Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие наши обучающиеся! Поздравляю вас с завершением Святой Четыридесятницы и вместе с ней с завершением основной части нашего обучающего интернет-курса. Надеюсь, меня хорошо слышно и видно. И первое, что хотелось бы у вас попросить, это писать ваши вопросы, ваши пожелания, все, какие у вас остались по итогам обучающих курсов, просьбы, не выполненные, может быть, нами, писать в чате. Ну, желательно во вкладке «Вопросы», чтобы мне проще было их посмотреть. И хотелось бы основную часть нашей сегодняшней беседы посвятить тому, чтобы постараться мне ответить на все оставшиеся у вас вопросы. Уже вижу, что некоторые писали, что что-то мы не ответили на что-то, сейчас обязательно к этому перейдем. Пока вы пишете вашу обратную связь, я вкратце стараюсь подвести такой некий, может быть, итог нашего с вами совместного пятимесячного обучения. Что, наверное, самое важное, что мы хотели донести до вас в рамках нашего вот этого обучения? Во-первых, еще и еще раз скажу, что очень важно не только организовывать социальную деятельность, социальное служение, но и привлекать к делам милосердия, которые вы организовываете при ваших приходах, всех неравнодушных людей, которые есть в зоне, можно сказать, вашей досягаемости, в зоне орбиты ваших храмов. И это очень важнейшее направление, на самом деле, нашей с вами работы, собрать вокруг наших храмов всех неравнодушных людей, которые хотят помогать нуждающимся людям. Таких людей очень много, это и ваши прихожане, и люди, которые живут в ваших храмах, но, может быть, ходят не так часто. Вот сейчас будет Пасха, Великая Суббота, Верное Воскресенье, сейчас будет очень много людей, которые живут вокруг ваших храмов, придут. Тоже можно к ним обратиться, можно им рассказать, что при вашем храме действует социальная служба, у вас ведется помощь нуждающимся людям, что вам нужны помощники. Это отличный способ донести до людей, что храм не ограничивается освящением куличей и яиц в Великую Субботу, не ограничивается какими-то крупными праздничными богослужениями, что церковная жизнь намного более многообразна, намного более интересна, намного более насыщена, и через помощь нуждающимся людям, на это люди очень часто отвлекаются, они могут как-то действительно чаще приходить в ваш храм, могут через это заинтересоваться церковной жизнью, и через это они могут действительно стать в итоге прихожанами ваших храмов. Это очень важный такой момент, постарайтесь как-то вашу социальную службу повернуть к людям, особенно к невоцерковленным, чтобы через это, может быть, попробовать привлечь их к церковной жизни в целом. Конечно, очень важно оказывать помощь в первую очередь тем людям, которые в ней действительно нуждаются, то есть заниматься теми направлениями деятельности, об этом мы с вами очень много говорили в рамках нашего обучения, которые не только по душе организаторам вам, как социальным работникам, как координаторам этой деятельности, но и которые действительно востребованы в тех условиях, в которых вы живете, в тех регионах, в тех местах, где находятся ваши приходы. Очень важно понять, кому действительно нужна помощь и стараться тратить основные усилия именно на помощь им, тем людям, которые в первую очередь внуждаются в вас, в вашей помощи, в вашей опеке, в вашем внимании. Конечно, это не значит, что всем остальным нужно отказывать. Надо стараться, все-таки мы христиане, мы должны стараться со вниманием относиться ко всем просьбам, вращенным к нам. Даже если в храм приходят люди, которые с какими-то просьбами, которые на самом деле, может быть, не очень-то сильно внуждаются в этой помощи, все равно наша важная задача не оттолкнуть их, не быть для них такой преградой, барьером, а со вниманием отнестись, выслушать. Может быть, помочь им понять, в чем они действительно нуждаются. Ну, как-то, в общем-то, все-таки, чтобы контакт этот наладился, и, ну, естественно, если это люди какие-то недобросовестные, то как-то аккуратно с ними этот диалог закончить, ну, не отталкивая их. А если они просто не очень нуждаются в помощи, ну, вот из-за каких-то таких причин внутренних, или каких-то пришли к вам помощь просить, все равно надо стараться как-то подумать, чем вы можете им помочь. При этом, конечно, не отвлекая своего внимания, не тратя сил от помощи тем людям, которые действительно, конечно, нуждаются. Наверное, в первую очередь мы с вами должны помогать прихожанам наших храмов, нуждающихся прихожанам, перед тем, как, да, искать людей, которые, может быть, вне храма нуждаются в помощи, идти в больницы, в детские дома, искать адресных подопечных одиноких. Надо понять, может быть, у нас все-таки в храме рядышком есть многодетные семьи, есть одинокие пожилые люди, они всегда есть, которые, ну, стесняются обратиться за помощью, которые, в общем-то, ну, может быть, по каким-то тоже причинам, по своей скромности, по каким-то другим причинам не обращаются за помощью, но в ней нуждаются. Хорошо бы таких людей выявить и, наверное, внимание основное уделять им, а потом уже от избытка, от излишков уже распространять, да, свою такую социальную деятельность на других людей, которые находятся в округе. Просим вас поддерживать, ну, стараться поддерживать постоянный контакт с социальным отделом вашей епархии. Если у вас этого контакта нет, если вы не знаете, кто руководитель социального отдела той епархии, да, в которой вы находитесь, можете обратиться к нам, мы вам подскажем, мы дадим контакты. Это очень важно и самому социальному епархиальному отделу, чтобы он понимал, на каких, да, чтобы руководитель этого отдела понимал, на каких приходов его епархии действительно какая деятельность ведется. Ну, и важно, конечно, вам, чтобы, если что, обращаться за помощью не, там, не к нам в Москву, не куда-то, а именно к тому, кто у вас непосредственно занимается организацией этой помощи на епархиальном уровне. Поддерживать с ним контакт, и если вдруг какие-то к вам будут обращаться люди, которым нужна помощь, но которым вы помочь, ну, в силу каких-то обстоятельств не можете, то вы всегда можете обратиться за помощью в ваш епархиальный отдел, сказать, что, вот вы знаете, у нас такая деятельность по этому направлению не ведется, но хорошо бы этим людям помочь. Может быть, вы что-то посоветуете, и, возможно, руководительный епархиального отдел посовет какие-то ближайшие приходы, посовет какие-то благотворительные организации, либо силами епархиального и социального отдела тоже поможет, ну, попробует этим людям оказать помощь. В крайнем случае, может, опять же, обратиться к нам сюда, в синодальный отдел по благотворительности, если, опять же, люди нуждаются в помощи, но по каким-то таким причинам в рамках епархии оказать им помощь не получается. Поддерживать обязательно постоянные контакты. Вообще, мне кажется, вот такое общение, общение в кругу людей, которые занимаются этим одним общим делом, очень важным делом, организацией дел милосердия, вот это общение, оно, ну, помогает этому делу как-то развиваться именно, ну, в нужном духе, в нужном русле, помогает организовать помощь намного большему количеству нуждающих людей. Поэтому общайтесь в том числе с представителями, может быть, соседних каких-то храмов, соседних районов. В каком-то храме хорошо помогают, но нужно быть бездомным, в каком-то храме организована помощь многодетных, в каком-то храме есть группа милосердия, которая ходит по пожилым людям на дому, где-то есть и средства, которые помогают в больнице. Все это охватить в рамках одного храма, наверное, в рамках одного прихода достаточно сложно. Но если вы будете знать, если вы будете общаться с соседними храмами, с соседними приходами, если вы будете примерно представлять, где какая деятельность ведется, а все-таки каждый храм, он так или иначе какую-то, может быть, социальную помощь организовывает, вы всегда сможете совместно помочь очень многим нуждающимся людям, обратившимся к нам за помощью. Наши храмы с вами являются местом притяжения нуждающихся людей. Это факт, и это, мне кажется, правильно. Это хорошо, что у людей есть такая ассоциация, что в церкви люди могут получить помощь. Очень часто люди приходят в храм за помощью, когда уже нигде не могут помочь, уже везде обратились, им отказали, и это последнее, куда они идут. И мы, конечно, должны постараться им помочь, даже если мы конкретно не можем этим заняться, мы хотя бы должны постараться этого человека довести до того, кто ему поможет. Будь то соседний приход, будь то руководитель епархиального вашего дела, либо к нам в Москву обратиться, желательно не просто его как-то, ну вот, звони туда, а все-таки, чтобы вы нам обратились, сказали, что вот вы знаете, у нас есть такой прихожанин, или что у нас к нам обратился такой человек, ему нужна такая-то помощь, ну, как бы за него немножко походатывали, рассказали, что это за человек, тогда и нам, либо вашему, да, и вашей епархии гораздо проще будет ему оказать помощь. Поэтому не замыкайте себе, не варитесь в собственном, да, можно так сказать, соку в рамках, да, одного своего прихода, старайтесь общаться со всеми, кто занимается делами милосердия вообще, ну, в округе. И, наверное, самое важное, да, о чем стоит, на чем стоит закончить, это то, чтобы мы с вами не стали простой социальной службой. Самое страшное, что может случиться с приходской социальной деятельностью, с приходской службой милосердия, это если она скатится к деятельности просто социальной службы. Мы с вами, дорогие друзья, никогда не сможем составить конкуренцию светским, городским социальным службам. У них есть и бюджеты, у них есть и сотрудники, у них есть люди, у них есть специалисты, у них есть поддержка свыше, административная, юридическая. И если мы с вами будем стараться сделать просто какую-то социальную службу по помощи людям, да, оказывается, социальные услуги, то мы с вами будем просто, ну, жалких подобий таких светских социальных служб и работать на несколько уровней ниже, хуже. И, ну, это будет, конечно, не то, ради чего мы должны всем этим заниматься. Мы с вами, как православные люди, как представители приходов, должны все-таки заниматься церковным социальным служением. И это предполагает тем, что у церковного социального служения все-таки есть две основные цели. Одна цель – это, конечно, помощь тем нуждающимся людям, которые обратились к нам. Это есть человек, есть одинокая бабушка, которую надо иногда посещать, помогать, готовить обед. Хорошо, мы должны действительно ее посетить, помочь, приготовить обед. То, что ей нужно, мы должны сделать. Это очень важно. Но это не единственное. Второе, что очень важно, это все-таки, чтобы те люди, которые занимаются этим служением, и вы, как организаторы, и те люди, которые обращаются за помощью, подопечные, да, которым мы помогаем, и те люди, которые участвуют в этой деятельности, ваши добровольцы, сестры, милосердия, прихожане, чтобы они все-таки понимали, что они занимаются церковным социальным служением, и чтобы для них Бог был на первом месте. Чтобы они понимали, что очень важно, все, да, участники этого процесса, это, ну, помимо того, чтобы все очень хорошо организовать, все-таки, чтобы оставался мир в душе. Чтобы участники этого процесса не сорвались между собой. Чтобы это все, вся эта деятельность, да, бурная, социальная, она не затмевала самое главное в жизни православного христианина. Чтобы те люди, которые организовывают эту деятельность, не делали это в ущерб своей внутренней духовной жизни. Чтобы это не занимало то время, которое должно быть отведено все-таки какой-то внутренней деятельности. Чтобы это ни в коем случае не было в ущерб участию в богослужении, особенно вот в ближайшие дни. Сейчас мы с вами входим в дни, да, практически уже страстной седмицы. Будем с вами соучаствовать страстям христовым, будем с вами участвовать в этих очень важных богослужениях. Потом, дай Бог, доживем до праздника Пасхи, будет светлая седмица. Это такие особые, конечно, дни в жизни любого христианина. И ни в коем случае нельзя, чтобы они, да, как-то немножечко затмевались и уходили на второй план за той деятельностью, которую мы с вами стараемся организовать. Все-таки, если Бог будет на первом месте, то все остальное, наверное, действительно станет на свои места. И то же самое с этим же посылом мы должны настраивать всех тех, кто занимается вместе с нами этим служением. Добровольцев, наших подопечных, наших прихожан, наших сестер милосердия. Очень важно, чтобы те люди, которые приходят неравнодушны в наш храм, чтобы, опять же, помогать, может быть, кому-то. Мы с вами много говорили про организацию добровольческой деятельности при приходе. Если к вам приходят светские люди, люди не очень церковные, всего лишь одна задача – это наладить их общение с подопечными. Это всего лишь одна цель. Вторая цель – это то, чтобы они действительно, может быть, смогли стать частью приходской общины, частью того прихода, который эту социальную деятельность организовывает. И это, ну, конечно, тоже очень важная задача, которая ложится вот на ваши плечи, плечи организаторов. Очень важно о ней помнить, о ней думать и ни в коем случае не забывать. Не становиться простой социальной службой, оказывающей социальные услуги. Ну, вот это, наверное, самое важное, что хотел еще раз вам сказать в рамках нашей последней интернет-встречи на наших курсах. Все это мы, конечно, с вами подробно уже обговаривали на наших вебинарах, на всех предыдущих. Но, вот, подводя итог, нельзя было это еще раз не упомянуть. Перед тем, как перейти к ответам на ваши вопросы, еще озвучу наше с вами дальнейшее общение, как мы будем с вами в дальнейшем взаимодействовать. Ну, вам всем были высланы задания, большинство из вас первые три задания уже сделали, сейчас делают последнее финальное задание, которое состоит из двух частей. Надеюсь, все его получили, все его делают. Это задание заключалось в выполнении такой учебной грантовой заявки. Мы там писали, что это, конечно, не настоящая грантовая заявка, никто, ну, это никакой не грантовый конкурс, спинансирование никто не выдает. Но, чтобы вам проще было, как бы, попрактиковаться, именно описывать ваш социальный проект, чтобы вам проще было, чтобы попонять, ну, самим структурировать эту деятельность, и чтобы где-то в дальнейшем, возможно, при участии, если у вас встанет вопрос о участии в грантовых конкурсах, вы могли бы уже взять эту готовую практически заявку и немножко адаптировать под тот инорной конкретный грантовый конкурс, ее подать. Для этого всего мы вам выдали, да, такое, разослали шаблон, который просим вас заполнить, выслать. Срок поставили до 10 мая, ну, когда мы выслали, месяц дали, я думаю, этого вполне достаточно. Там, при том, что мы не просим вас очень детально все прописывать, главное, чтобы вам самим это все было понятно. Мы старались вам провести достаточное количество интернет-семинаров по социальному проектированию, надеюсь, что смогли, ну, донести до вас основные азы, как вашу деятельность планировать, так, чтобы она все-таки была такая облична в некоторую структуру, системность, чтобы это было не просто как хатично, так харизматично, вот, помогаем людям, и все, и помогаем, чтобы вы все-таки эту деятельность старались организовывать планомерно и понимая те цели, которые, ну, ради которых это все делается. Второе задание, это было теоретическое задание по основным записям, интернет-семинарам, которые мы вам проводили в рамках интернет-курсов. Мы составили некоторый такой перечень вопросов, в которые просим всех вас ответить, ну, чтобы вам в первую очередь закрепить знания, пересмотреть, может быть, какие-то записи, которые вы пропустили или забыли, ну, и чтобы нам понять, сколько у нас действительно обучающихся, таких, которые, ну, не просто числились, не просто были в качестве слушателей, ну, видны, да, в перечне участников интернет-семинаров, а те, которые действительно слушали, были активными участниками и, ну, смогли сделать для себя какие-то, может быть, полезные, продуктивные выводы. Просим это задание, вот, особенно теоретически, выполнить всех, если первая практическая грантовая заявка можно выполнять совместно, то есть, если вы от прихода, несколько человек этим занимаются, вы можете от прихода одно написать, да, один такой проект, то теоретическое задание против каждого выслать нам отдельно, потому что, ну, все-таки у каждого сделаны какие-то свои выводы, каждый что-то понял, что-то не понял, мы заодно проверим, насколько действительно лаконично мы смогли донести до вас то самое основное, что хотели донести за это время. Ну, соответственно, чем раньше вы пришлете эти задания, тем раньше вы будете числиться в выпускниках нашего обучающего курса, и тем раньше мы начнем подготовку ваших документов об окончании. По поводу документов, предваряя ваши вопросы, документы, те, кто получает документы по СТГУ, да, и те, кто получает сертификат синодального отдела, ну, я думаю, вы все знаете, что вы получаете в списке, вам всем рассылались, и еще раз мы обязательно вам вышлем список вместе с записью этого интернет-семинара, чтобы вы сверили, все ли там у вас в порядке, все ли задания, которые вы выслали, были нами приняты. Эти документы вы получите по почте, мы вам, как только нам по СТГУ выдадут эти документы на руки, это процесс не очень быстрый обычно, поскольку участников много, оформление длится тоже какое-то некоторое время, то я думаю, обычно мы все-таки где-то летом нам эти документы либо в августе, либо в начале сентября, самая поздняя, ну, к сожалению, да, такой некоторый срок есть, нам эти документы дают. Может быть, если все будет хорошо, нам эти документы дадут в мае, но, опять же, для этого нужно, чтобы все из вас сдали, ну, вовремя выполнили задание. Если все к 10 мая все-таки его пришлют, есть шанс, что мы в мае уже получим документы на руки и начнем их вам высылать. Как раз-таки в теоретическом задании, в опроснике по вебинарам есть один вопрос, такой, ваш адрес почтовый вместе с индексом, он как раз и нужен для того, чтобы мы могли туда выслать ваши документы. Будем высылать письма, ну, не простыми, а такими, чтобы обязательно для вас эти письма доходили, на почте нигде не терялись, обычно, ну, в общем, проблем, я думаю, не будет. Приезжать за этими документами в Москву, конечно, не стоит. Обязательно все, мы вышли, все в течение двух-трех недель по почте России доходит даже до самых дальних уголков. Кроме того, всех выпускников наших обучающих курсов мы приглашаем на стажировку в Москву или в Екатеринбург. У нас сейчас две таких базы, можно сказать, где мы проводим стажировки для социальных работников, для сестер милосердия, которые занимаются организацией, да, вот, милосердного служения. После Светлой Седмицы мы вам обязательно всем разошлем опрос, какие направления социальной деятельности вас в первую очередь интересуют, и где бы вы хотели пройти эту стажировку. В Москве вам удобнее или в Екатеринбурге? Значит, эта стажировка, сразу скажу, проводится бесплатно с вас, ну, вам нужно только добраться до Москвы, а здесь мы вас уже встретим, поселим, ну, или до Екатеринбурга, поселим, будем кормить и составим такую программу, которая будет максимально отвечать тем запросам, которые вы отметите вот в этом опросном листе, который мы вам вышли. Разумеется, это по желанию, это ни в коем случае не обязательно, и не стоит приезжать на стажировку, опять же, еще раз повторюсь, чтобы получить документы. Об окончании обучения документы мы будем высылать всем на основании четырех заданий, выполненных по почте. Но если у вас есть желание посмотреть, как социальные проекты, о которых мы вам рассказывали, на вебинарах работают воочию, если есть желание поучаствовать в этой, в их деятельности, встретиться лично, не только через экран, через вебинары, с специалистами, экспертами, которые для вас эти вебинары проводили, но лично встретиться, посидеть, попить чай, задать какие-то вопросы. Если у вас есть такие желания и необходимости, тогда мы вас, конечно, с радостью в Москве, ну или в Екатеринбурге примем. Дождитесь от нас такого опроса, и обязательно, если у вас есть необходимость, заполните. Конечно, на том, что курс наше обучение завершается, на этом я надеюсь, что мы с вами, наше с вами общение не закончится. Мы вас, помимо стажировок, ждем в каждый год на съезде по социальному служению в Москве, о котором мы оповещаем, да, на нашем сайте Милосердия.ру, деканируем на Милосердия.ру тоже, и через ваш сепархиальный отдел. Если у вас есть желание приезжать, будем тоже очень рады с вами увидеться. У нас все время проводятся какие-то регулярные интернет-семинары, не только в рамках вот этого курса, но и в дальнейшем будут проводиться. Будут проводиться другие обучающие курсы. Вы, как наши слушатели, тоже будете подписаны на рассылку, на которую всегда, в любой момент можете отписаться, рассылку по почте, по которой мы иногда уведомляем о том, что интересного, что нового у нас проходит, какие вебинары у нас планируются, какие обучающие курсы начинаются. И если вы увидите в этих рассылках что-то интересное, полезное для себя, милости просим, будем всегда рады, если вы будете продолжать участвовать в наших других интернет-семинарах. Ну, наверное, это все основное, что хотел я вам сказать на нашем последнем интернет-семинаре. Давайте теперь перейдем к ответам на ваши вопросы. Да, такой момент, что про тему нашего дальнейшего общения с вами. Практически все из вас получили обратную связь по тем социальным проектам, по тем планам действий, которые вы выполняли в рамках одного из практических заданий. Каждый ваш, да, такой проект посмотрел один из наших специалистов по вашему профилю и дал обратную связь. Кто-то еще не получил, потому что проектов действительно очень много, и мы потихонечку их еще до сих пор допроверяем, довысылаем. Но я надеюсь, что так или иначе в ближайшее время до всех из вас обратная связь придет. В этой обратной связи всегда указывается человек, который ее давал. Тот специалист, который проверял присланное вами задание и давал вам комментарий. Вы всегда можете быть с этими людьми на связи. Если у вас какие-то вопросы возникают по вашей социальной деятельности, пишите этим людям, да, напрямую, этим специалистам. Просите их совета, ну и они будут стараться, конечно, эти советы давать. Если у вас будут какие-то еще вопросы, или вам, ну, не будете получать ответы на те вопросы, которые вы ссылаете по почте вот этим специалистам, вы можете всегда писать на наш адрес онлайн-декани.ру. Этот адрес у нас работает всегда. Да, если у вас будут вопросы в дальнейшем, пишите. Да, наши сотрудники будут стараться на все из них отвечать, пересылать на тем, кому нужно. Ну, это к тому, что на окончании нашего обучающего курса, ну, наша поддержка как синодального отдела по благотворительности вас, конечно, не завершается. Будем рады помочь вам и в дальнейшем всем, чем мы сможем. Про стажировки сразу же спрашивают. Ну, еще раз отмечу, что прошу вас писать вопросы именно во вкладке «Вопрос», потому что две вкладки просматривать неудобно. Сроки стажировки. Стажировки у нас проводятся в течение всего года, круглогодично. Поэтому вы можете, опять же, указать пожелания, когда вам удобнее провести в этом опросе, который мы вышли, когда вам удобнее всего приехать. Мы постараемся ваше пожелание учесть и пригласим вас именно в те даты, когда вам удобно. Летом, осенью, зимой. По мере необходимости, по мере накопления запросов, мы стажировки организовываем. Если будет много желающих, мы будем чаще организовывать. Если будет там 5-10-15 желающих, мы вас одной группой, может быть, примем в Москве. У кого нет вкладки вопросов, Галина, вы можете писать здесь. Хорошо, постараюсь на некоторые ответить. Здесь кто с мобильных устройств участвует. Я писала на почту Курса, пишет Елена, и непосредственно Мария Суниникина, чтобы иметь связь с куратором проекта, но ответа не получила. Также не получила материала для работы с подростками по теме профилактики абортов, которые мне обещали выслать. Почему не могу связаться? Я Елена из Бреста ваши вопросы зафиксировал. И мы постарались, опять же, связаться с Марией, узнать, в чем проблема. Может быть, ваше письмо попало в нежелательную почту. Обычно мы на онлайн-деканеру старались на все вопросы отвечать достаточно оперативно. Понятно, что сейчас, еще раз хочу сказать, что во время Страстной и Светлой у нас рабочие дни в синодальном отделе такие неполные. Поэтому, если сейчас будут от вас тоже какие-то письма, прошу заранее прощения. Мы не всегда сможем на них оперативно отвечать, но обязательно на все ответим. Ваш вопрос Елене я передам еще раз и постараюсь, попрошу, чтобы на него ответили. Или с вами связались. София из Казани, продублируйте, пожалуйста, все практические и теоретические задания. Вы знаете, София, есть у нас на сайте, ну, есть сайт нашего обучающего курса, это diakonia.ru, я его напишу, slash, курс 2019. Там все время, ну, в общем, публикуются те задания, которые мы выдаем. diakonia.ru, slash, 2019. Если вот откроете, там есть объявления, вот, и в этих объявлениях есть все практические задания. Мы прям по мере их рассылки там публиковали. Посмотрите, пожалуйста, вот по этой ссылочке, которую вот я вам прислал в чате, раздел объявления и финальное задание там есть, и все остальные практические занятия. Ну, и все те, кто, может быть, какие-то задания не получал, вот этот адрес. Сейчас я его еще в другую вкладку вопроса тоже продублирую. Там есть и все записи наших вебинаров, и все задания, которые мы добыли. Теперь перехожу в кладки вопросов и начинаю сверху ее смотреть. Елена, добрый день, к сожалению, остались неотвеченные вопросы по направлению, да, тоже по предоборотному консультированию. Видите, у нас два уже таких вопроса. Ну, один вопрос, да, одна сложность и случайность, две это уже совпадение, если будет три просьбы по этому направлению. То это уже будет система. Ну, значит, может быть, какая-то сложность, может быть, вы куда-то не туда писали, или вам случайно дали не тот контактный номер, контактный, точнее, e-mail Марии Суникиной, в частности. Я оба ваших вопроса зафиксировал, Елена, и ваш, и Елена вторая, да, из Бреста, ваш. Обязательно разберемся. Отец Сергий из Владимирской области, мне отправляли на доработку первые два задержания, я это редактировал и отправил, но приняли их или нет, мне ответили. Я думаю, если вам не ответили, значит, их приняли, все в порядке. Еще раз повторюсь, что мы вам вместе с записью этого интернет-семинара вышлем список всех обучающихся, с комментариями, у кого что не хватает, посмотрите. Если у вас там что-то будет не так, вы там увидите напротив свои фамилии. Мария Омнинск, если пришел ответ о получении заданий проекта, но так и не было рецензии. Но я уже ответил, что скорее всего мы, либо, скорее всего, мы не успели еще наши специалисты его проверить в ближайшее время, я надеюсь, ну, в начале мая, самое позднее, все-таки постараемся, постараемся наши специалисты дать обратную связь. В любом случае, если вы не получили обратную связь, но присылали проект, то все равно вы числитесь как успешную часть нашего обучения и в случае выполнения других заданий обязательно получите документы об окончании обучения. Ну и обратную связь мы обязательно тоже вам дадим. Елена Астрахани, скажите, пожалуйста, какие сроки реализации проекта с 1 июня по 31 июня реализация проекта за счет гранта должна завершаться не позднее? Нет, ну, еще раз, Елена рассказывает, что, конечно, не за счет гранта, мы грант никакие не даем, мы вам выдали учебную заявку, чтобы вы бы попрактиковались такие заявки писать. Мы вам предложили сроки действительно с 1 июня по 31 декабря, чтобы вы распланировали ваш социальный проект, вашу социальную деятельность именно на этот срок, чтобы сейчас, еще апрель, чтобы вы подумали, чем вы в рамках вашей социальной деятельности приходской будете заниматься в 2-й половине года, в 2-й половине вот этого 2019 года. До 30-го, ну, про 22-й год, это я даже не знаю, что откуда, какая дата, Лариса из Ишим, можно технический вопрос по последнему заданию, проект по больничному служению, это социальное обслуживание, поддержка защиты граждан или охрана здоровья, важна ли конкретизация для положительного решения? Ну, если вы будете подавать заявку на грант, настоящий, то, конечно, конкретизация, то есть там нужно выбрать одно из направлений, чтобы она попала к нужным экспертам, и там очень важно выбрать то направление, которому действительно будет соответствовать ваша деятельность. Мы вам предложили такую форму, шаблон, который был составлен на основании заявки на президентский грант. Мы там оставили некоторые направления, которые соответствуют именно социальной деятельности. В общем-то, в учебной заявке это, я думаю, не так важно. Любовь, Нижний Тагил, пожалуйста, подскажите на вопрос теоретического задания, нужно более полно или кратко? Любовь, нужно отвечать, главное, правильно. Полно или, конечно, не надо на каждый вопрос писать сочинение по странице, если, чтобы дать правильный ответ, достаточно трех, четырех, пяти слов или одного предложения, хорошо, пишите три, пять слов или там одно предложение. Если вы видите, что тут надо немножко раскрыть и написать чуть-чуть подробнее, напишите, но прям очень подробно писать, конечно, не нужно. Сэкономьте и ваше время, и время тех, кто будет проверять. Сколько дней будет проходить стажировка? Все зависит от ваших интересов. Если вам будет интересно посмотреть все на свете и противооборотную деятельность, и помощь бездомным, и больничное служение, и организация службы добровольцев, и так далее, и так далее, и так далее, то, конечно, тут нужно приезжать, наверное, минимум на неделю. Если вы нам, отвечая на наше, да, наше письмо, которое мы вам вышлим, перечислите много направлений, там, ну, мы вам составим программу на более длительный период. Но, просим вас все-таки ограничиться несколькими направлениями. Все-таки, каждый из вас занимается чем-то в особенности, и в рамках нашего обучения мы тоже вас, как бы, рекомендовали вам выбрать что-то основное, и этому уделите, ну, побольше внимания. Поэтому, выберите там одно, два, три направления социальной деятельности, такие, которые вам особенно интересны. узнать, посмотреть, обменяться опытом. я думаю, три, четыре, максимум пять дней этого будет более, чем достаточно для стажировки. в любом случае, программу будем составлять, конечно, под ваши интересы и нужны. Александр, да, по итогу выполнения всех заданий всем будет сообщено, успешно ли вы завершили обучение, каждому будет это сообщено, и будет выслан еще раз список, в котором к 10 мая мы обязательно вышлем список, когда придет срок приема до последнего задания, кто в итоге завершил обучение, выполнил все задания, а у кого остались какие-то долги. Обратной связи пока не получилось, очень надеюсь на консультацию специалистов, не спеклотов. Елена Астрахань пробовала связаться с специалистом, но, увы, нет ответа. Елена, я спрошу у Ирины, возможно, она просто еще не успела ответить. Ирина у нас Редько, она мерная молодая мама с ребенком, и она потихонечку проверяет проекты и по мере возможности отвечает на письма, но поскольку она в декрете и помогает исключительно как доброволец, тоже, к сожалению, она не может своевременно очень быстро отвечать на почту. Как и у вас, у нас тоже большая в синодальном отделе проблема, ну или не проблема, просто факт, с которым нужно жить, что у нас, конечно, очень не хватает людей, очень не хватает сотрудников, которые могли бы оперативно всем этим заниматься. У нас не огромные штаты, у нас нет финансирования для большого количества сотрудников, поэтому, ну вот, сколько у нас есть людей, столько есть. в таком темпе мы стараемся работать. Стараемся привлекать добровольцев, стараемся привлекать специалистов, которые могут, да, в качестве, вот как вот Ирина, например, мерно, в свободное время этим заниматься. Ну, просим вашего прощения, если не всегда оперативно, к сожалению, можем отвечать на вопросы. У вас очень много, и слава богу, что так много обучающихся, так много неравнодушных людей, которые хотят повышать, да, свои компетенции, хотят помогать нуждающимся людям. Это очень всегда радостно. Мы очень хотим все-таки на все ваши вопросы ответить, всем вам помочь, ну, работаем вот в том темпе, в каком можем. Елена, документы образования в силу утраты восстановили вы очень долго, уже могу ли я рассчитывать на получение сертификата? Конечно, можете, Елена, да, мы об этом говорили еще в начале обучения, если у вас нет документов в образовании, но вы успешно прошли наш обучающий курс выполненный на свои задания, все равно мы, конечно, сертификат именно синодального отдела благотворительности вам выдадим. Елена, напишите, пожалуйста, ссылку на таблицу с участниками курсов. Елена, мы вам вышли по почте, ладно, я сейчас ссылку не имею под руками, и опять же, вот по этому адресу, который вы видите на экране, диканье.ру слэш 2019, в разделе объявления будет обязательно опубликован список. Можете сюда зайти, вот, можете использовать это как ссылку такую. Наталья Черкасса, подскажите, пожалуйста, чем на Грандзе должна быть как-то с сделанным ранее проектом связана? Да, как мы вам уже говорили, желательно, чтобы она из этого проекта выходила. Вообще, все наше обучение было построено так поступательно. Мы сначала вас обучили выявлять цели, ну, сначала целевую группу мы вас обучили, да, выявлять, потом ставить цели, планировать задачи. Следующий, мы вас научили все это просто планировать в качестве социального проекта, поэтому, конечно, в идеале, ну, как это предполагалось изначально, это должен быть один процесс. Та социальная деятельность, которой вы действительно занимаетесь, тем людям, которым вы собираетесь помогать, чтобы вы потихонечку, потихонечку эту деятельность описывали, она бы и у вас в голове благодаря этому структурировалась, и благодаря написанию на бумаге вы могли бы этого плана, вам было бы проще придерживаться и, ну, следить за тем, насколько все идет так, как вы планировали, либо что-то надо перепланировать. Ну, об этом во всем говорилось на вебинаре, поэтому желательно, конечно, чтобы это все было в рамках одного процесса, все вот те задания, которые мы вам выдавали. Есть, конечно, такие прецеденты, что некоторые за время нашего обучения полностью пересмотрели, да, то, чем они хотят помогать, кому они хотят помогать, чем они хотят заниматься, и если вот там пять месяцев назад, когда мы начинали наше обучение, были желания помогать одной группе людей, и вы даже сделали первое задание, вы выявили целевой аудитории, да, но потом просматривая вебинары, накапливая некоторый опыт, может быть, практическая работа, вы пересмотрели и решили, что будете помогать все-таки другим людям, ну, ну, что поделать, ну, это такой процесс жизненный, тут ничего не поделаешь, и, конечно, тогда в рамках последнего задания надо писать именно, описывать именно ту деятельность, которую вы действительно собираетесь выполнять, даже если она никак не связана с предыдущими вашими заданиями. Татьяна, прошу, ответьте, что делать, если меня не стало странно, почему у вас не стало списки участников обучения, Татьяна, я пометил, спрошу у Юли, которая у нас ведет список обучающихся, да, большая просьба ко всем к вам, вот Юля, которая наша администратор, нашего обучающего курса, которая отвечала на многие ваши, почти на все ваши письма, которые вела в списке, она сейчас со сломанной рукой лежит дома, просим о ней молитв, чтобы у нее скорее все зажило, и она вернулась в строй. Но я у нее обязательно по почте спрошу по поводу вашего вопроса, почему в списке вас вдруг не стало, наверное, какая-то ошибка. Алифтина, старая руса, отец Игоря, ответ на вопрос отправил, но нет подтверждения по ссылке, в задании не получилось отправить, отправила, прикрепляю файл с ответами. Алифтина, не очень проним ваш вопрос, выясним обязательно, ответим вам по почте. Евгения, Челябинск, как попасть в список для практики, список человеков для практики. Евгений, вам придет после Светлой Седмицы письмо с информацией про стажировки и ссылочка, где нужно будет зарегистрироваться. Ирина Тверь, как мне быть, у меня практически все изменилось, имею в виду первое задание, но я уже на этом ответил, на этот вопрос вам уже ответил, что нужно писать то, чем вы будете действительно заниматься, даже если это не связано с предыдущими заданиями. Елена Телиноград, на данный момент я не являюсь уже в социальном работнике и с тем, что нашелся человек с соответствующим образованием, поэтому у меня нет возможности выполнить задание, могу ли я получить документ об образовании и как мне теперь быть. Ну, Елена, а вы, несмотря на то, что не являетесь социальным работником, вы все равно не спланируете заниматься вот этой социальной деятельностью с помощью нуждающихся людям, может быть, ну, тут надо с вами, наверное, индивидуально этот вопрос решать. Напишите, пожалуйста, Елена, на наш e-mail онлайн собакодикания.ру вот этот вопрос, мы индивидуально с вами решим. Может быть, есть возможность вам все-таки как-то принять в этом участие, в социальной деятельности, с помощью нуждающихся людям. Может быть, вы сможете в социальном работе как-то договориться, что, допустим, вы будете заниматься, например, добровольцами или каким-то отдельным направлением, раз вы приходили обучение, у вас есть опыт. Если у вас нет никакого самой желания этим заниматься, тогда непонятно, зачем вам документы об окончании этого обучения, если вы не планируете дальше заниматься социальной деятельностью приходской. Мария выслала список, да, это один из, да, это предыдущий список, он, в общем-то, я думаю, мы его будем обновлять, пока он не обновленный. Спасибо, что выслали ссылочку, пока здесь еще не все внесены изменения, поэтому лучше дождитесь нашей рассылочки вместе с записью этого вебинара. Ну, я вижу, что вопросов больше нету, вроде как на все, я надеюсь, ответил. еще раз благодарю всех вас за то, что вы приняли участие в нашем обучении, благодарю всех вас за то, что так много людей к нам поступило, наши обучающие курсы, так много людей дошло до конца, действительно, вот у нас около 100 человек участвуют в вебинарах и около 300 выполняют задания, кто-то там просматривает записи позже, но вот мы ориентируемся, где-то у нас почти 300 выпускников, мы вам обязательно статистику тоже всем пришлем, то, сколько у нас обучающихся в итоге выпустилось в конце, чтобы вы тоже знали, сколько вас в этом году таких единомышленников, можно сказать. За вот эти почти уже 10 лет работы Синодального отдела по благотворительности через наше обучение прошло более 2,5 тысяч людей, более 2,5 тысяч социальных работников и представителей социальных отделов обучилось, приняли участие в разных наших обучающих мероприятиях, мне кажется, это замечательно, и каждый год новые и новые люди поступают на наше обучение, каждый год все новые и новые люди начинают заниматься этим служением милосердия. Я думаю, что это замечательно, что вот это дело, оно движется, стоит на месте, растет, и тем самым нуждающимся людям, которых, конечно, у нас очень много, все больше и больше в нашей Церкви оказывается помощь. Спасибо вам за это большое, спасибо большое за внимание, будем с вами обязательно на связи, еще раз поздравляю вас с завершением Святой Четыридесятницы, с наступлением Страстной Седмицы, с праздником Лазаря, Лазаревая Суббота, Лазаревое Воскрешение, с наступающим праздником Входа Господня в Иерусалим и, конечно же, с наступающим праздником, светлым праздником Пасхи. Надеюсь, что после Пасхи мы с вами еще обязательно по почте в каким-то формате обязательно свяжемся, ждем от вас выполнения заданий. Ну, и понятно, что поскольку эти две недели, они все-таки не совсем рабочие и на приходах очень много деятельности, ну, еще раз отмечу, что, конечно, сейчас лучше уделить внимание немножко другому, а задание выполнить уже после, ну, в конце или после Светлой Седмицы, там будет еще неделя для выполнения последнего задания. Спасибо вам большое, до свидания, храни вас всех Господь. Светлой Седмицы,